МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В чем секрет высокогорного катка Мидео? Почему на этом льду были поставлены сотни мировых рекордов? Стоит ли впервые вставать на коньки именно здесь? Выясним в новом выпуске проекта Welcome to Kazakhstan. Кто хоть раз не слышал о высокогорном катке Мидео? Он и по сей день является визитной карточкой Казахстана. Так в чем же его уникальность? И как хорошо здесь можно провести свое время? Узнаем в этом выпуске. Это проект Welcome to Kazakhstan. Меня зовут Закиржан Мамлютов. Давайте расширять кругозор. Самое главное, без чего не обойтись на катке, это, конечно же, коньки. И если вдруг вы впервые на Мидео и хотите перестраховаться, то в дополнение ко всему можете получить наколенники, налокотники и защитный шлем. Здравствуйте. Мне нужны коньки. Какой размер? Сороковой. Сороковой размер. Мой размер. Есть совет, да, брать именно в размер своей ноги или даже на один размер чуть побольше, да? Ну что, катаемся. Поехали. Каток открыт для посещения любым желающим и жителям города Алма-Аты, и его гостям. Стоит ли говорить, что это, наверное, самый популярный спортивный объект в стране? Попасть на Мидео вообще была моей давней мечтой. И сегодня я свою мечту исполню. Кстати, аренда коньков вышла мне в 1000 тенге. Сеанс будет длиться 3 часа, но это в будние дни. А в выходные 2 часа, потому что желающих покататься на коньках в разы больше именно в выходные дни. Осталось зашнуровать коньки и будем покорять рекорды Казахстана на самом лучшем катке мира. Высокогорный каток Мидео. Казахстана на самом лучшем катке мира. А начиналось все с живописного урочища, названного в честь местного волосного Мидео Пусурманова. Поначалу тут стояли лишь санаторий и кумысо-лечебница. Но в конце 40-х годов было принято решение о строительстве фабрики спортивных рекордов уникального высокогорного катка. Казахстана на самом лучшем катке мира. Здесь разряженный воздух. Как вы видите, очень хорошее солнце. Эти все факторы влияют, конечно же, на качество льда и на скорость скольжения. То есть, конечно же, немаловажно, это, конечно, наверное, атмосфера, где мы сейчас находимся. Мы сейчас открытый каток. У нас, как вы видите, опять же, солнце, резкое потепление. Как только солнце пропадает, идет очень хороший холод. Это, наверное, одна из особенностей и сложностей в нашей работе содержать этот ледовый массив площадью 10,5 тысяч квадратных метров. Основная особенность катка – высота, на которой располагается комплекс. А именно, 1691 метр над уровнем моря. Это крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта. Общая площадь искусственного ледового поля – 10,5 тысяч квадратных метров. Само урочище Мидеу расположено на северном склоне хребта Заилийский Алатау. В долине реки – Малая Алма-Атинка. Более 1300 рабочих со всех уголков страны трудилось над созданием комплекса. К прокладыванию автомобильной дороги до него и вовсе подключили бригаду дорожных войск. В 1972 году строительство завершилось, и каток обрел бетонные трибуны – 8 осветительных вышек. Архитекторы и инженеры удостоились государственной премии СССР. Архитекторы и инженеры удостоились государственной премии СССР. Согласно исторических записей, которыми мы владеем, почему лед на самом деле был очень быстрый – это из-за той воды, которой он заливается. То есть это вода, которая идет с ледников, с вершин ледников. Это чистая вода, которая не имеет каких-либо примесей, хлора и так далее. То есть это, наверное, один из главных секретов. Другие страны, они вынуждены ставить очистительные сооружения, то есть суперсовременные технологии. Нам это дает природа. Уникальность катка еще и в том, что он располагается в особом месте. Холодный воздух с гор стремится занять долину, спускается вниз. В итоге самая высокая температура в урочище именно на высоте 1600 метров. Таким образом, на Медеу теплее, чем в Алма-Аты или же на более высоких горных участках. Мягкий климат позволяет тренироваться на катке даже в самые холодные зимы. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, мечты сбываются. Я вообще считаю себя опытным парнем. Часто катаюсь на коньках. Но в любом случае, буду считать, сколько раз сегодня упаду. Поехали! На льду Медеу поставлено более 200 рекордов только в конькобежном спорте. И если вдруг ты впервые встал на коньки и боишься упасть, не бойся. Такое ощущение, что сам горный воздух помогает тебе и подгоняет вперед. Только вперед. К вершинам и к высотам. Не бойся. В 2000-х годах состоялась масштабная реконструкция катка. Количество посадочных мест теперь вмещает 8100 человек. Но секрет заливки остался тем же самым. Для создания льда используется чистейшая горная вода. Одна из особенностей, это, конечно же, наш ледовый массив. Это холодильные установки. Плита под собой имеет где-то около 22 датчиков температурных. И мы имеем возможность каждый час мониторить его в любое время. Видеть, какая температура. Это тоже секрет? Нет, это не секрет. Это везде такое существует. То есть, во время каких-то международных соревнований мы вынуждены эти данные предоставлять международной организации. То есть, во время проведения тех или иных состязаний. То есть, на сегодняшний день толщина льда, которую мы сейчас содержим, это 7 сантиметров. Температуру, которую мы сейчас стремимся поддерживать, это где-то около 4-5 градусов. Но на данный момент, то, что у нас палило сильное солнце, сейчас где-то минус 7 у нас внизу. В холодильных установках запас там около 13 градусов. То есть, это нам позволяет вот сейчас как раз-таки содержать этот массив. Конечный результат, самое главное же, не то, что мы делаем, а самое главное, какой будет конечный результат после того, как машина пройдет и что после нас останется. Ну, по сути, да, это, наверное, очень важно. То есть, видеть, чувствовать и понимать, то есть, когда он, в каком состоянии находится. Как говорится, вовлкнуть Казахстан, вовлкнуть Казахстан. Совершенно верно. Долгие годы каток Медео считался самым быстрым льдом мира. Конькобежцы со всей планеты боролись за право выступить на нем. А знаменитая атмосфера ночных гонок при свете прожекторов отображена на марках и открытках. Сейчас вторая смена, и солнца уже не так много, потому что оно ушло за горы. И, как говорят специалисты, во вторую смену лед намного лучше, ну, потому что он не так. Вполне логично, вполне логично. Правда, прохладность осталась. На ледовой арене катка одновременно могут кататься от двух до трех тысяч человек. И если вы думаете, что так не бывает, то глубоко ошибаетесь. Многочисленные гости из разных стран останавливаются в гостиничном комплексе. Расположен он рядом с катком. Инфраструктура комплекса с каждым годом развивается и улучшается. Ну, конечно, без падений не обходится. Вот, скорее всего, новичок. Не вписался в поворот. Совершил какой-то лишний вираж. И лед Медео его за это наказал. В выходные дни все полотно катка усыпано желающими прокатиться на коньках. Есть специальная зона для малышей. А многие просто приезжают, чтобы сфотографироваться на изумительном фоне гор. Для большинства туристов Медео лишь с начала большого путешествия, которое ведет к горнолыжному курорту Шимбулак и знаменитому Большому Толгарскому перевалу. Добраться до спортивного комплекса Медео из Алматы совсем нетрудно. Сесть на автобус номер 12 можно, к примеру, на остановке напротив гостиницы «Казахстан». График работы маршрута с 6 утра до полуночи. Ходит автобус каждые 10 минут, а в выходные дни каждые 5 минут. Всегда можно воспользоваться услугами такси или личным автотранспортом. Путь из города прямо по улице Горной займет около получаса. Каток Медео – символ Казахстана. И если вы посетили Алматы, то не побывать на Медео – непростительная ошибка. Ведь только здесь горный ветерок дует вам спину, помогая совершить незабываемую гонку на коньках. Welcome to Kazakhstan! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok